Всем привет, на связи Мабу и в продолжении предыдущего видео, в котором я вам показал, как производить переход по ссылке с вашего приложения, по абсолютно любой ссылке через браузер в интернет, я сегодня вам продемонстрирую, как же можно настроить прием платежей в вашем мобильном приложении. Если вы хотите стать Android-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android-разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записей и консультаций есть в описании под видео. Для того, чтобы настроить, скажем так, площадку для донатов, чтобы пользователи могли вас благодарить за ваш продукт, вам нужен сервис по приему платежей. Скорее всего, у вас несколько вариантов. Если вы предприниматель, либо, возможно, самозанятый, то тогда вы можете использовать Яндекс.Касс. С этим проблем нет. Но большинство, я так понимаю, будут обычными физическими лицами. И поэтому один из лучших вариантов, пожалуй, единственным, который сейчас является, это сервис Boosty для приема донатов. Вы заходите на этот сервис, вы должны там зарегистрироваться. У вас будет, значит, короче, вы залогинетесь, зарегистрируетесь. Здесь пройдете все настройки, да, в принципе, настройки аккаунта, вы пройдете все, все, подвяжете все свои карты для вывода. Да, карту обязательно сразу для вывода, либо Яндекс.Деньги, либо Яндекс.Кошелек, либо карту подвязывайте обязательно. И что вам нужно сделать? Вам нужно потом здесь выбрать, перейти, моя страница. Вы перейдете на страницу, и лучше всего, если вы приходите в моей странице, и тут будет либо возможность добавить какой-то определенный уровень подписки, но для, скажем так, для донатов он вам не очень подходит. Вам нужно, вот слева будет добавить цель. Кликайте добавить цель. Я хочу там набрать, я хочу собрать деньги разовым платежом, да, допустим. Я хочу собрать, грубо говоря, стоите, ставите миллион описаний на благодарность там за поддержку, благодарность за создание мобильного приложения такого-то, и добавить цель. Все, больше ничего не нужно делать. После этого, что вы должны сделать? Вы должны скопировать ссылку на вашу страницу на Boosty, вот, грубо говоря, вот стоите, вот, вы берете, моя страница, да, здесь скопируете ссылку на Boosty свою, у вас там будет ссылка, слэш и ваш уникальный идишник. Далее, вы должны зайти в свое мобильное приложение, сейчас Android Studio запущу. Вот, веб, наше последнее мобильное приложение. И вот сюда, это из предыдущего урока, код, и сюда вы должны вставить ссылку на ваш аккаунт на Boosty. Все, больше делать ничего не нужно. Как будет происходить далее ваша работа? Человек, я вам, я в конце видео вам продемонстрирую, как это будет работать. Если вы поставите эту ссылочку в мобильное приложение, в пункте меню, там все то же самое, просто, ну, давайте даже, давайте я в конце видео вам покажу, как это будет работать на смартфоне. Да, то есть в реально мобильном приложении. Ну, в принципе, как это будет происходить? Человек будет табать по кнопке поддержать, он будет переходить на эту страницу, на этот сайт, он тут будет регистрироваться, и потом он сможет вам задонатить. Потом деньги придут к вам на кошелек, например, вот донаты. Сюда придут деньги на кошелек вам, и потом на следующий день будет происходить вывод. Для того, чтобы не было проблем с выводом, я понимаю, раз вы разработчик будущий, то у вас должен быть свой сайт как разработчика. И на этом раз сайте у вас должна быть ссылка такая, поддержать проект, поддержать меня на Boosty, и ссылка на вашу страницу на Boosty. Конечно, идеально, если будет у вас YouTube канал, на котором это все будет прописано. Но если нет YouTube канала, то можете просто поставить на своем сайте как разработчика ссылку на ваш аккаунт на Boosty. Потому что при первом переводе, при первом выводе у вас администрация, вот этот модератор, могут попросить ссылку на вашу страницу, где вас находят ваши потенциальные пользователи, либо, возможно, где-то в описании приложения на PlayMarket это сделать. И вы предоставите, вот здесь я привлекаю, они посмотрят, что ссылка стоит, и выведут вам деньги. То есть, как происходит это все? Вы ставите в мобильном приложении такую ссылочку, человек хочет поддержать ваш продукт, кликает по ссылке, регистрируется на Boosty, поддерживает. Ну, там была регистрация через одно нажатие, регистрируется на этом сервисе Boosty, оплачивает вам единоразовую помощь, ну, как единоразовую поддержку. Деньги сюда зачисляются, на следующий день деньги выводятся на вашу карту. Да, списывается небольшая комиссия, но она есть. Во-первых, она два раза снимается. Первый раз она снимается с вашего подписчика, который платит, с него снимается. Поэтому, если вы, допустим, хотите поставить, если вы хотите фиксированную сумму получать, то, конечно же, лучше тогда здесь не слева создавать цель, а справа создать подписку. Если не фиксированную, ну, то просто с него спишутся 300 рублей, наверное, 300 при донате. И с вас при выводе, по-моему, с вас даже при выводе либо 100 рублей, либо ничего не списывается. По-моему, ничего с вас не списывается. То есть, и все. Вот это такой простой способ, как можно принимать донаты. То есть, человек вам через ваше мобильное приложение оказывает поддержку, деньги зачисляются на этот сервис, и на следующий день они просто выводятся, и все. При переводе там что-то mybay.com вообще непонятно, откуда деньги пришли, выписки по банковской карте. То есть, там вообще никаких, нельзя следить, что это доход, недоход, там непонятно. Теперь давайте я вам покажу, как это будет смотреться в нашем мобильном приложении из предыдущего урока. Вот так это выглядит, а на сегодня у меня все. Всем пока.